Всем привет, друзья, с вами Барон. Ну а кто хочет поддержать мои ролики, поддерживает мои стримы, можете подписаться, ребят, на канал, ну или хотя бы просто поставить лайкосик. В общем, сегодня я расскажу вам немножко о ферме, потому что много сейчас начинают задавать вопросов, когда я поймал, какая прибыль, в принципе, что и как вообще. Расскажу всё по порядку. Поймал я её совсем недавно, всё было круто, прибыли она особо-таки и не приносит. Сегодня был стрим, и я такой, типа, решил сделать интересную тему. Поставил 200 вирт за куст, и без каких проблем, как бы, люди работали, заработали нехило так бы боссов. Так, сейчас, ну-ка, секунду. Здесь нет на поле урожая. Так, сейчас я сделаю, короче, вот так вот, сейчас. FFX Car. Машины отреспавнены. Так, дел, работайте. Работайте, так. В общем, что я хочу сказать по поводу фермы? Конечно же, вроде показывается, что ферма приносит определённую прибыль, ведь 410 тысяч, как говорится, это всё круто. Но, ребят, давайте я сразу выведу вертов с фермы 300 тысяч, потому что ей постоянно нужно выводить, иначе сливают ферму. И покажу вам статистику за прошлый час. Минус 259 тысяч вирт. Вопрос, куда? Да. Зарплата рабочим и фермерам 500 тысяч вирт. То есть, ребят, ну вы уже поняли, да, 500 тысяч вирт просто зарплата. Это, конечно, пипец. Далее. Урожая собрано практически 50 тысяч урожая. Доставлено урожай на склад 43 только тысячи. То есть, косарик ещё вот в этих фурках. Купленное зерно 3700. А, нет, 37 тысяч. И продано урожай 42 тысячи. То есть, тоже очень даже неплохо. 19 фермеров побывало и 247 рабочих. Так. Мне уже чел пишет, типа, прими, прими, прими. Никого я пока что принимать не буду, потому что у меня все работают пока что. Так, пока что не могу. Только завтра, потому что, как бы, такое дело. Что касаемо фермы, ребят. Честно, хочу сказать, ферма нифига не окупается. Если вы покупаете ферму, там, за 15 миллионов, вы её никогда не окупите. Потому что это очень сложно сделать. Сложно сделать это в том плане то, что, ребят, когда вы... У вас есть ферма, допустим, да? У вас есть люди, которые работают. Вы им платите зарплату. И вот здесь, как раз-таки, нужно всё очень грамотно рассчитать, чтобы ферма приносила хотя бы небольшую прибыль. Конечно, раньше всё это было круто. Ферма, она там продавалась за 100, за 200 миллионов. Но, если вы хотите брать что-то из бизнесов и зарабатывать миллионы, берите лучшее СТО. Потому что ферма, да, она зарабатывает... Ну, приносит прибыль миллион в день. Но это если не отдаёт её. То есть, потому что люди, которые забирают, как раз-таки, деньги за свою работу, из банка фермы вычитаются монеты за это дело. То есть, в этом-то есть вся, так сказать, загвоздка и вся так называемая жопа, друзья мои. Здесь нужно цены ставить за продажу зерна. Намного меньше, там, где-нибудь на 10, например. Ну, я не знаю. Серьёзно. Нужно очень мало ставить за продажу зерна. А, вернее, за покупку зерна. То есть, когда у нас покупают зерно, они платят больше. Вот, да, они платят больше. А что касаемо, когда они продают мне зерно, то они получают намного меньше. То есть, примерно как-то вот так. И тогда будет, конечно же, прибыль на ферме. Но этого всего очень сложно добиться, ребят. Вот, поэтому я просто как-то решил подзабить на это хер. И просто сделаю, наверное, на неделю 199 вирт на ферме. То есть, чтобы люди работали, зарабатывали деньги себе. Ну, ферма, конечно же, никак вообще абсолютно она не окупится. Она будет просто, так сказать, приносчиком дохода. Только и всего-то никакого, никакого плюса от этого не будет мне. Только минус. В общем, 13 миллионов, считай, слил в казино. Даже, может, уже 15 где-то. Потому что я ещё вкладывался там. В эту ферму. Неплохо так. Вот. Ну, не суть важно. То есть, это всё делается чисто ради вас. Чисто для вас, ребят. Потому что вы все хотите заработать денег. И вот, пожалуйста, вам такую возможность я предоставил, купив ферму. Возможно, в будущем куплю СТО. Чисто для того, чтобы развиваться. И посмотреть, что здесь на СТО. Какая прибыль. Потому что смотришь, там аж прибыль огромная очень. Но, по факту, может быть и не так. В принципе, что, ребят, хочу сказать. Ферма, да, приносит по миллиону, если не платить людям денег. То есть, стоять на ферме, постоянно выводить и оставлять ноль. Когда человек забирает, ему даётся ноль. Но, кто же будет работать на такой ферме? В общем, в принципе, ребят, кто хочет приходить на ферму, 199 вердзакуста. Ну, а я, пожалуй, пойду. Рассказал вам то, что нифига она не приносит. Толку от этого тоже никакого нету. Если хотите купить ферму, лучше не покупайте. Лучше купите СТО. Всем спасибо за просмотр, ребята. Если кто хочет, можете поддержать меня лайкосиком. Буду вам очень сильно благодарен, ребята. На этом я заканчиваю. Всем удачи и всем пока.